друзья всем привет всем привет с вами елена стеменко биосенсорный психолог психолог сфере отношений сфере финансов я в пути это значит что могу провести прямой эфир коротенький на тему как можно надрессировать свой мозг то в доме хозяин как надрессировать свое подсознание мышление кто главный мозг тобой управляет или ты мозгом я про это говорила и говорю и повторяю говорить не единожды что каждый человек это шаблонное такое существо как зверек но в хорошем смысле да потому что нами управляют инстинкты и шаблоны поведения на шаблоны поведения ну например да если взять тему отношений тема отношений да человек встречается с кем-то да с партнером устраивать новые отношения до сначала такая фаза эйфории сначала легкие отношения как правило да а потом уже начинается продолжение уже начинаются разборки прочее прочее потому что сначала человек не показывает себя таким какой он есть на самом деле да он хочет казаться быть лучшим и как говорят а любовь делать людей лучше но не делает человек старается быть как человек не старался все равно со временем он становится сам собой зря же говорят как ценно общаться с теми людьми с которыми мы можем быть сами собой так вот постепенно фаза такой эйфории проходит и человек начинает вести себя ровно так как он может а какие у него шаблоны заложены именно так он себя и проявляет в отношениях и никак иначе почему ну потому что как на счет не знает из отношения в отношении до происходит одни и те же вещи и события как правило вот женщина какой-то момент говорит что такое ну почему опять эти мудак очередной попался как же так я же этого не хочу я хочу чтобы было по-другому начинает искать нового мужчину а притягивается опять тот кого притягиваем до что изучаем ты получаем и получать женщину опять очередного мудака думать на почему же так ну что ж такое я хорошая пригожая но пока женщина это не поменяет то что есть у нее внутри да вот эти шаблоны поведения это можно поменять можно себя приучить чему угодно можно поменять мышление можно поменять сознание было бы желание вот пока женщина не поменяет вот эти привычки да и про привычки тоже спрашивает как изучить язык далее как изучить дисциплину который изучать не хочется что же делать что же делать можно проводить эксперименты и есть ряд наработанных техник которые даже не я придумала например как изучить какую-то дисциплину который не нравится ли как изучить язык какой-то да вы берете книгу и например планируете каждое утро по 10 минут открывать ее и даже не смотреть просто открывать и листать странички ровно 10 минут не больше и запрет на то чтобы учители читать что-то и закрываете вечером то же самое открываете или учебник какого-то языка или предмет который надо учить на который учить совсем не хочется да то что надо вот тоже там на 10 минут потом убираете можно тогда приучить потому что повторюсь мы все своего рода животные животного легко любого можно дрессировать даже кошек даже кошек говоря уже о человеке для велосипед может ездить медведь может ездить на велосипеде и думать что ему это нравится с удовольствием это делать вот пока говорю мне там что пишут 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 но потом же вот общаться с людьми так вот можно научить себя чему угодно и как угодно можно поменять свои привычки когда ты меняешь свои привычки когда ты меняешь свои реакции и почему да некоторые говорят из отношений в отношении люди даже внешне похоже да и ситуации и уже боятся там женщины или мужчины две недели все будет хорошо потом будет вот так и человек начинает своими страхами притягивать себе ситуации программировать сам себя программировать вот и это все же можно убрать меняя свои привычки меняя свои шаблоны и реакции и поведения вот получается что так что же не вступать тогда ни в какие отношения да там нет есть еще знаете какая иллюзия есть иллюзия у человека есть проблема да например там папа с мамой там плохо жили папа маму билл например да плохо к ней относился вот скандалы пиле но смотрите дети семье даются на короткий период пока они не становятся самостоятельными и дети обязательно повторяют и судьбу да и говорят что если родители такие то ты будешь таким нет дети не не обязательно и обязательно не повторяются своих родителей потому что у каждого из нас своя судьба каждый из нас пришел сюда чтобы выполнить свое предназначение свою жизнь вот и часто бывает говорят что надо же родители такие а ребенок там дети совсем другие потому что бывает что дети растут как будто в пузыре и вообще то что дают им родители не берут да неплохое они хорошие вот хотя все равно установки убеждения часто конечно же дети перенимают своих родителей хотят они это или нет но тем не менее не обязательно что дети прям это копия своих родителей бывает всегда по-разному так вот конечно же обязательно если ты хочешь поменять спасибо за сердечки очень приятно поэтому чтобы изменить свою жизнь важно да обязательно менять свое мышление сознания заниматься до этим вопросом то есть без психологии без знаний конечно никуда не пройти психология всегда упрощает и делать жизнь более классной и счастливой и легкой это я и на своем примере могу сказать да я вот сегодня тоже эфир уже проводила что мама инженер с папой развелись когда была маленьким ребенком то есть по сути дела я должна была как и мама бы да то есть без отношений всю жизнь вот но после того как я прошла курс психологии в питерском институте биосенсорной психологии и начала практиковать и не заниматься другими конечно же поменялась свою жизнь теперь уже последние там 16 лет я замужем за своим мужем воспитываем нашего сына 13-летнего и все хорошо но все произошло ровно тогда когда начала заниматься собой но это не значит что надо сидеть и ждать и ничего не делать не производить просто люди которые с нами соприкасаются это как наше зеркало стоит это тоже понимать что если к тебе относятся как-то не так значит ты смотри что тебе нужно в себе исправить да если тебе не уважают не ценят бог тебе относится значит именно вот с этим тебе нужно работать вот мир он очень изобильный тогда он очень восприимчивый и очень откликается всегда на то что происходит так вот друзья если интересно можно записываться ко мне на индивидуальные консультации бесплатные диагностические на которых можно понять да мы вместе определим в каком направлении стоит двигаться что стоит делать чтобы прийти к твоей счастливой жизни можно определить да вот там что ты хочешь или выйти откуда-то из каких-то отношений или наоборот прийти к каким-то отношениям и мы все это можем проговорить поэтому приглашаем свою бесплатную диагностическую консультацию записывайтесь в директ инстаграм или пишите анна в тикток вы наверное если как комментарии под постами можете написать сейчас там все изменили я просматриваю комментарии сама без помощников помощники занимаются вот записывайтесь и найдем затыки да с чем стоит работать и что стоит делать самое главное всегда верить в себя общаться с людьми которые верят в тебя а если кто-то в тебе начинает сомневаться скажи свидания я с тобой собираюсь дальше общаться потому что потому что так делают манипуляторы почему нам манипуляторы надо всегда общаться с теми людьми которые повышают твою ценность самоценность благодаря которым ты понимаешь какой-то классный какой-то хороший счастливый что ты приносишь мир много хорошего и позитивного друзья общайтесь позитивными с людьми которые вам дают они берут потребителям потому что есть люди которые дают которые берут а сейчас будем ехать под электричкой можно похлопать потопать это к деньгам такая примета народная так проехал под мостом на котором шла электричка друзья я уже приехал к своему дому маленьком городке окруженным соснами вот рада была пообщаться сегодня спасибо сердечки дарили сегодня молчаливая аудитория была будет повтор эфира выложен он на ю тубе смотрите мои ролики благодаря роликам вы становитесь более счастливыми более богатыми более успешными спасибо кто был со мной на эфире